Относительно недавно на моем канале было видео о том, как я на барахолке удалось выводить Лизерман Фуз за достаточно мизерные деньги. И хотя он мне совершенно не нужен, поскольку есть и Чарджи, и Вейвы, и Рибар в подобном смысле более интересные и функциональные тулы, чем Фуз. Но я объяснил, что за такую сумму, речь даже не о том, что идет перепродажа еще в чем-то подобном. Именно как донора инструментов. И вот я сделал это уже давненько, единственное, что все никак не дорвался до камеры, чтобы это все снять. Вот у меня такой ходовой чардж, Лизерман Чардж. И мне его удалось, так сказать, модифицировать. Так как я хотел, хотя в принципе все эти процедуры уже встречались неоднократно. Не сказать, что я это придумал, как раз наоборот я это видел в интернете и решил это воплотить в своем, так сказать, рабочем туле. И заодно, так сказать, теперь удалось это сделать. Значит, что было сделано? Ну, во-первых, благодаря уже вот такому ключику мне удалось безболезненно пораскручивать задние винты. То есть не с помощью плоскогубцев, а с помощью все-таки ключика. Удобно, то есть клипса ключик. Об этом было у меня перед этим видео. Я снимал, если интересно, заходите, смотрите. Значит, получается, я заменил вот эту вот... Все остатки перекочевали временно сюда, но это не значит, что они здесь и останутся. Это у нас получается битодержатель со съемными Элизармановскими битами, которые все жалуются за то, что эти биты довольно мягкие и быстро слизываются. Вот. И все рекомендуют, так сказать, использовать от подобных, ну, в данном случае от FUSA, вот такую вот большую крестовую полноценную отвертку. Это не бита, но она мощная. Во-первых, она не плоская, не 2D, как там, а полноценная. Во-вторых, она длинная, что позволяет залазить в шахты. Ну, и реально вызывает такое вот серьезное внушение. То есть получается реально такая крепкая силовая отвертка. Вот. Она была поставлена как раз вместо битодержателя, поскольку ширина их один в один. И второе. Я убрал с чарджа плоскую отвертку. Вот эту вот, которая в нем стояла. Значит, поскольку она часто ломается. При силовых каких-то процедурах она ломается. Вот, допустим, у меня даже здесь же стоит уже поломанная. Ну, я таким приобрел. Обломанная, подправленная, подточенная, но она обломанная. И очень много таких вот отверток обломанных встречается. Это как стандартный, так сказать, косяк этих тулов. И получается, то есть я... Почему об этой отвертке? Я в жизни с плоской большой отверткой сталкиваюсь очень редко. Первое. Это хомуты на кранах. Но я это кручу вообще совершенно другим инструментом. То есть это если в каких-то походных условиях тебе необходимо выкрутить плоское, закрутить хомут. Там, конечно, они как и под крестовую есть, но плоской крутить лучше. Ибо получается рычаг и сила лучше, чем крестиком. Вот. Но я вообще кручу накидной. Допустим, нашла. Второе, например, вот надо было там часы женские, сводч, заменить батарейку. У них сзади вот такой вот пропил под плоскую отвертку. Соответственно, как раз под достаточно большую, широкую, плоскую отвертку. То есть вот такое вот предназначение. Но так я, конечно, не сталкивался. Может, я автомобилистом не являюсь, так сказать. Автомобиля нет, поэтому я не знаю. Может быть, в автомобиле оно более часто востребовано. Но, с другой стороны, при чем тут автомобиль? Если у автомобиля есть багажника, в багажнике должны быть инструменты. Значит, имеется в виду все-таки о каких-то походных EDC задачах, подхватах каких-то. Вот в каком-то таком плане. Хотя, конечно, все, кто смотрит эти тулы, относятся к тулам не просто как к инструментам, а относятся к каким-то мужским игрушкам и аксессуарам. И многие, и я в частности, имея дома в обиходе полным-полно хорошего инструмента, крупного, хочется для эксперимента именно пробовать именно тулам. Ну, например, там, елку укоротить новогоднюю, или не укоротить, а чтобы ее в крестовину вставить. Понятно, что есть ножовки, есть что хочешь. Но нет, вот достаю тулы, пробую пилой тулы выпилить там квадратик, прямоугольник, чтобы встала. Значит, дальше там рейлинг на кухне металлический пилил. Болгарки, к сожалению, дома не было. И, получается, была ножовка по металлу. Но я взял все-таки викторинокс, правда, свистул викторинокс и перепилил металлический цилиндр вот такой вот, ну, труба. Цилиндр трубу такого диаметра 16 мм. Долго, так, рука немножко намяла, но получилось. То есть, как бы, вот, отношение к тулам немного такое. И вот, получается, вот, это получается, то есть, я говорю о том, что, как бы, хочется тул использовать. И я заменил здесь отвертку на ту, которая была в Фузе, на тонкую, вот такую вот плоскую. Почему? Потому что вот такая отвертка мне более востребована. Дело в том, что она может быть использована даже нисколько как плоская отвертка. В принципе, она может крутить там, где и это понадобится. Да, меньшая ширина, может быть, чуть хуже, но она сможет это сделать. Значит, но она вот больше как какая-то вот поддевалка. Где-то куда-то пролезть, что-то там сделать, шкраболка, подогнуть. Там, вот, я уже говорил неоднократно, в микове мне надо было замена пружин в ноже миков предатор. Там надо вот так запихивать чем-то плоским и поднимать их, а там глубоко. То есть, как раз именно такой инструмент нужен. Потому что изначально в чардже ничего такого нет. Плоская отвертка, большая, довольно короткая и хлипкая по фотографиям. Да я вот, собственно, сам на примере купленном видел. Вот. И короткая бита переставная, но короткая. Была бы она там длинная, как вот у мута, где длинные есть эти же биты, но длинные. Но нет, она совершенно короткая. В шахту не залезет. Даже клавиатуру какую-то не выкрутишь. А это способно, например, залезть в какую-то шахту радиоприемника. А то я как-то ситуацию вспомню. Хорошо, что у меня был тогда тул, которым я смог залезть и выкрутить. Значит, у деда, ремонтируя, был на поясе викторинокс свисчемп. Не, воркчемп. У него такая узкая крестовая. Я и залег в шахту радиоприемника китайского и выкрутить винт смог. То в чарджа без, например, вот этого моддинга никак бы. То есть я бы просто с чарджем, он был бы бесполезен. Абсолютно. Даже если бы у меня были планки с битами с собой. Там есть, может, биты маленькие есть, но они не длинные. А в викси, в викси, вот в свистуле есть малая отвертка. В спирите, в свистуле спирите тоже есть. И вот теперь у меня в чарджа есть вот такие две отвертки. Для того, чтобы их поставить, значит, она стала как раз вместо большой отвертки. Ну, для того, чтобы их поставить, единственное, что мне пришлось сделать, это обломать, к сожалению, сломать крепление в раме. Вот здесь было крепление. Сейчас фокусирую. Значит, вот здесь, так, чем покажем клипсой. Вот тут, вот, в этом месте, вот, был такой крюк вверх загнутый с двух сторон. Кстати, как ни странно, на этом чарже, что я его уже покупал в БУ, этот черный, и у него один крюк уже был сломан. И мне пришлось только один ломать, то есть, и оно теперь даже как и в тему. Почему? Что это были за крюки? Эти были крюки, на которые упирались пассатижи. Они вот так вот на них ложились и не позволяли, потому что, если так делать, то уже туда проваливается вот это вот, видно, куда глубоко вот нижнее уходит. То есть, без них оно будет ложиться на эти инструменты. Во-первых, будет тяжело закрываться. Оно будет ложиться там, если вот оставить вот это то, что было, биту. С этой стороны маленькая бита, оно будет их вот так при закрытии продирать, царапать, вплоть до того, что может сломать. То есть, в этом случае надо закрывать аккуратно, сначала так, а потом пальцем, потом закрывать. Не так, как это покажут в фильмах, раскрыл, раз, так, опа, и закрыл, как захотел. Нет, там надо будет закрывать одна сторона, прижал пальцами, потом вторая сторона, при отсутствии этих крюков. Но почему? Потому что они мешали, собственно, упору, здесь они мешали вот этой вот крестовой отвертке, она теперь ложится туда, она просто упиралась в этот рычаг, в этот ограничитель. А здесь, соответственно, большой битие, ой, большой, в длинной отвертке тоже плоская, но мешало. То есть, вот теперь они вот так вот лежат. Значит, а получается, теперь они не нужны, эти крюки, потому что их, собственно, и нет, например, в тулах таких. Потому что здесь вот сама крестовая отвертка является вот этой полочкой, которая позволяет, а здесь длинная отвертка, тонкая, плоская, является той штукой, которая позволяет. Значит, единственное, что обратил внимание, что тул теперь стал неполноценно закрываться. Видно, да, это стоп. Заднее положение, то есть, вот это максимально вот так не получается. Но, в принципе, терпимо. По-другому никак там не скомпонуешь, никак их не сложишь, поэтому я уже на этот, так сказать, на этот момент закрываю глаза. Но зато я получил то, что хотел. Вот такой вот моддинг. Значит, большая крестовая отверточка, длинная. И вместо тонкой, вместо, вернее, большой плоской, тонкая, плоская, длинная. Хотелось бы, конечно, все-таки большую, плоскую, но некуда. Некуда. Тут, к сожалению, внутри рамы слишком мало инструментов. Вот такой вот моддинг. И, как ни странно, в этом FUS'е остались еще инструменты. Там в нем остались ножницы. В нем осталось, там, ну, во-первых, клинок, консервный, плоская. Это все понятно. Но вот ножницы, они мне пригодились в ребаре. Вот этому будет посвящено следующее видео, как я модифицировал ребар свой. До новых встреч.